Отлично. Боже, мы благодарны Тебе за это утро. Мы просим Тебя, Отец, по милости Твоей и благости Твоей, пребудь среди нас, Отец. Научай нас Твоему Слову, Боже. Наставляй нас на Твоих путях, Боже. Мы хотим познавать Тебя таким, как Ты есть. Дай нам мудрость, Боже, познавать Тебя и Твое Слово, Боже. Спасибо Тебе за это время, которое Ты определил для нас, Боже. Пусть будет имя Твое прославлено и возвеличено на этом месте. Бешем ишо мошхейну. Амен. Итак, завет. Мы читали вчера 15 главу, да? И читали в 18 главе, для чего нужен был, собственно говоря, завет, да? Для чего он нужен был? Сыны ходили путем отца. То есть, в 18 главе написано, в чем же смысл завета. Это удивительные вообще вещи, о которых мы можем размышлять. Мы дальше помним об исходе евреев из Египта. И откроем 10 главу книги исхода. Откроем 10 главу книги исхода. И посмотрим, что там написано во втором стихе. Чтобы ты рассказывал сыну твоему, сыну сына твоего о том, что сделал я в Египте. И о знамениях моих, которые я показал на нем, чтобы вы знали, что я Господь. Господь. Интересно, да? Есть другие переводы. Чтобы ты рассказывал вслух сына твоего и сына сына твоего о том, как я издевался над Египтом. И о знамениях моих, которые я совершал среди их. И будете знать, что я Господь. Бог обращается к Маше и говорит, ты должен что делать? Рассказывать. Вслух. О том, что он сделал в Египте. Как это ни странно, как это ни странно, происходят следующие вещи. Каждый год мы вспоминаем об этих событиях. Кто-то из вас проводил, к примеру, пасхальный седр? Были, да? Нет, я спросил, проводил. Те люди, которые проводили пасхальный седр, они что-то делали, рассказывали. А если это делать каждый год? А еще мы знаем, у нас в общинах проводится пасхальный седр несколько в году. Для одних, для других. Бывает такое, да? И ведущий должен рассказывать несколько раз одно и то же. Не завидуете уже, да, ведущим, да? В общем-то, что нового мы можем узнать? Событие давно всем известно. Мы же не можем придумывать то, чего не было. Поэтому будем рассказывать каждый год одно и то же. Учитывая, что это надо делать еще в кругу семьи, они будут слышать тоже одно и то же каждый год. Какой ужас. Зато запомнил, согласен. Еще есть мелкие подробности. Шаббат – это маленький пейсов. Большой праздник, но маленький пейсов. То есть, в Шаббас мы должны вспоминать об сотворении мира и об исходе. А потом еще большой пейсов. Слушайте, а не утомительно, нет? Нет? Смотря что на столе, рассматривать надо же одно и то же. События-то в общем-то произошли одни и те же. С событиями все нормально, они же не поменялись. Понятно, о чем я говорю? А для чего Бог тогда это сделал? А ну-ка еще раз внимательно, для чего? А, чтобы вы знали. Ну, в других переводах написано что? Как я читал? Будете знать. Будете знать. Кому он говорит? Людям, которые живут люди, которые живут в Египте, которые являются участниками всего происходящего, они среди всего этого вообще процесса находятся, исхода. Это понятно? Они живут в то время, когда эти казни происходят, когда вокруг все это, этот движ, говорят, вы еще не знаете, что я Бог. Но вы узнаете тогда, когда вы будете что делать? Рассказывать. Очень часто мы попадаем в какие-то события. События невероятные. Но мы их не осознаем. Но когда события заканчиваются, и мы начинаем рассказывать об этих событиях другим людям, мы начинаем понимать на самом деле, что же с нами произошло. Что там был Бог, что Бог явил свою силу, что Он действительно контролировал все обстоятельства, что Он подготовил все это дело, Он никогда не отвлекался от нашей жизни, Он постоянно в ней участвует, и она Его постоянно интересует. И в этот момент Он явил свою славу. И здесь Бог говорит, послушай, я хочу, чтобы вы рассказывали о тех событиях своим детям и детям детей, для того, чтобы вы поняли, что я Господь. Передача следующему поколению важна не только для следующих поколений, но и для тех, кто передает. это понятно, да? Мысль понятна, да? То, о чем мы говорили, читая 18-го нового бытия, что Бог хочет, чтобы дети ходили путями своих отцов, что это не просто так, Он имеет что-то таки в виду для них. И если мы не будем рассказывать, если мы не будем передавать, то сами мы не будем знать, что Он Бог. Мы странные люди. Мы странные люди. Как бы знание о Боге есть у нас уже, да? Есть у нас знание о Боге. Но Бог говорит, если вы не будете рассказывать, то на самом деле вы не будете знать пропадут со временем знания ну понимаете пропадут со временем как они пропадут я не думаю что они пропадут у вас в плане того что вы не будете знать что исход был или вы забудете вдруг что бог есть знания не останутся как знание смотрите что сказано надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть с точки зрения русского языка вообще как с фразой нормально она же лишена логики если я прихожу богу то я уже точно знаю что он есть и верю но если бы я не знал и не верил то я бы к нему приходил нет непонятно если бы я не знал не верил то я бы и не приходил но если я пришел то я уже как минимум знаю и верю пока нет не понял нужно чтобы приходящий веровал что я есть твой приход к богу еще не обозначает твоей вверх а ищущим я воздаю и мы видим множество людей они приходят они приходят к богу не приходят православные храмы приходят поставить свечку положить каких-то денег они пришли к богу и пошли дальше жить своей жизнью они приходят протестантские церкви раз в неделю отдать денег и потом жить своей жизнью они приходят в синагогу в мечети я знал людей которые давали деньги православную церковь в синагогу и в мечеть на всякий случай чтобы где-то потом когда он встретиться причем давали нормально денег чтобы когда они придут на небо не скажешь ты где-то взял зачем меня с тобой уже все нормально ну где-то что и взял не знаете таких людей не знаете есть такой анекдот на эту тему когда приходит один человек его встречает петр с ключами вороту рая расскажите а как вас зовут иван иванович сейчас подождите я посмотрю если вы в списках пропустим вас вы знаете странно горит вас песни не тут подождите подождите как вы понимаете в чем дело я каждую неделю ходил в храм давал денег священнику ну как бы все нормально сейчас сейчас вы не вы не волнуйтесь сейчас мы посмотрим свой да тут все вот про это говорит все написано но в основном списке вас нет мне неудобно было говорить вы знаете ну как-то так и скромности я сразу не сказал говорит но вообще земля на которой стоял весь этот храм она была куплена мной там должен было у вас как-то сюда учесть землю купили в основном списке вас все равно извините нет вы понимаете в чем дело вообще весь этот храм и монастырь это весь был построен за мои деньги вот вы только не переживайте да все написано все записано сколько вы дали за что построили все тут все прописано не переживайте я ничего не могу сделать в основном списке вас все равно да что же это такое за бюрократия ну мне было неудобно сразу сказать но вообще основной колокол я отлил за свои деньги из золота ну вы только не переживайте я сейчас пойду посоветую мы сейчас что-нибудь придумываем не переживайте все будет хорошо все мы все уладим все будет хорошо апостол петр уходит потом возвращается через некоторое время вы не волнуйтесь мы подумали решили мы вам деньги вернем даже если те люди которые дают богу и думают что он у них взял и на основании этого не пройдут в рай вы не волнуйтесь он вам деньги вернет понятно что мы не купим ничего и даже если мы будем давать везде и много это не входной билет надо бы на чтобы приходящий что делал вера наши жертвы приношения они не принимаются автоматически у пророка исаи написано кто вообще просит вас топтать мои дворы они приходили приносили это мне это неприятно совсем я бы сказал даже отвратительно кто вообще просит сюда приходить зачем она вам приходящих богу должен веровать что он есть и тогда его жизнь она будет совсем другой тогда его жизнь будет не его приходы будут другие а его жизнь будет другая иуса написано перестаньте делать зло научитесь делать добро то есть мы не должны становиться хорошими только в момент нашего прихода мы должны жить так а для этого мы должны знать что он есть и говорит вы можете знать когда вы вслух будете рассказывать своим детям детям детей научать их ходить путями моими передавать тот завет который есть у вас со мной своим своим детям смысл всего не только сосредоточен на мне любимым но и на моих потомков моих детях и моих внуков здесь говорится и детям детей и это моя ответственность и часть завета для которого бог пришел и заключил его заключается в том чтобы я я научил своих детей и детей 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 и когда я буду это делать то я вполне пойму что он бог это нужно и мне как и им мне необходимо рассказывать о нем для того чтобы я начинал понимать что он бог совсем другое занятие тогда оно становится не совсем рутинным сложным возвращаемся к 15 у нас же интересует чузаки завет и так мы видим что бог открывает будущее знать что потомки твои будут пришествия в земле не своей и поработят и и будут гнетать их 400 лет и я произвезу суд над народом у которого они будут в порабощении после сего они выйдут с большим имуществом то есть он говорит что будет происходить он предсказывает что они попадут в египет он предсказывает что он выведет их говорит о том что он выведет их не с пустыми руками а с большим имуществом понятно да я произведу суд над народом у которого они будут в порабощении после сего они выйдут с большим имуществом и ты отойдешь к самым твоим в мире и будешь погребен в старости добрая в четвертом роде возвратятся они сюда не только их выведет куда-то но возвратить их именно сюда и он говорит почему это не происходит сегодня помним историю с ноем и потопом произошла некоторая черта после которого все конец пришел здесь еще конец не пришел потому что мера беззаконий не наполнилась то есть бог видит что в общем то куда идут эти товарищи но они не сделали всего того что они должны были сделать чтобы этого было достаточно чтобы убрать их с этой земли и отдать ее потомкам аврама когда зашло солнце наступила тьма и вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными в этот день заключил господь завет савраам он сказал потом стоп-твуме дают землю сию от реки египетской до великой реки реки египетской до великой реки реки ефрата и дальше кинеевки он описывает точно земли которые будут принадлежать потомкам авраам а понятно да и так честь завета потомки и потомки и земля обетование которые прилагаются к этому благословляющих тебя благословлю прокладающих тебя прокляну возвеличу твое имя то что мы писали в самом начале они же не исчезают нет да все нормально все на местах и дальше мы видим еще части раскрывающихся откровений которые бог говорит он дальше говорит что именно от сары произойдет потом не все а только от сары точно так же когда он говорит выйди в землю не говорит какую потом он говорит уже эта земля потом он говорит посмотри направо налево на север на восток вот это а потом он говорит вот тебе точные границы от тебя произведу великий народ а потом он говорит уже смотри кутузов не перепутай от кого от сары то есть есть вещи которые бог уточнял да итак мы видим обетование земли потомство в котором семени как бы об одном послании галатам говорит благословятся все племена земные итак опять мы вспомнили 400 лет и 430 лет здесь понятно кто-то помнит еще что мы разбирали первый день по-моему к чему относятся 400 от рождения от рождения из ага а 430 которая прозвучала я в уре халдейском отлично итак здесь все понятно на какую часть на какую часть верующие из язычников могут претендовать пожалуйста на той части бог говорит что все имени твоим было связано все народы это им обетование ну им но как же им ну всем народам я прошу прощения это обетование дано кому авраам авраам чье это обетование авраама все остальные при каких делах ну просто я так понимаю это местописание что там где говорит что семя как бы об одном что-то сказано именно за иисуса все правильно вы понимаете еще раз кому принадлежит авраам а мы при каких делах мы благословляемся этим семени вот мы находимся в зависим положении нам оно оказывается не принадлежит обетование обетование принадлежит кому авраам а благословение нам еще раз только медленно смотрите к примеру через вас всем здесь будет хорошо понятно понятно это кому сказано всем или вам ему ему через тебя будет всем здесь хорошо ну это значит что все здесь могут прийти к тебе и давай начинай делать хорошо какое все имеют отношение к тому обетованию которое вы получили они могут только ожидать при всем при этом при всем при этом сказано оно кому вам а все остальные могут про это кстати говоря и не знать даже так что им принадлежит если они не знают что им принадлежит если сказано вам через вас должно произойти а все остальные мягко говоря еще могут и не знать но программа мы знаем хорошо давно так подождите как только вы уверовали оно исполнилось как только вы уверовали в вас оно и исполнилось понял хорошо пробуем еще раз поконкретнее идем уже в новый завет это конкретно будет 3 глава 14 стих послание галатам галатам 3 глава 14 стих читаем микрофончик у вас есть вот и читайте дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников чтобы нам получить обещанного духа веры получили сто процентов распространилось распространилось исполнилось до свидания и все а еще что то было я прошу еще что то было еще раз вы получили исполнилось какие вопросы и я прошу прощения я понял мнение которое есть я знаю меня интересует другой вопрос меня интересует другой вопрос был завет который бог заключил с кем Авраамом обетование которое он дал кому Аврааму и говорит слушай Авраам хочу тебе еще сказать через семя твое всем остальным будет хорошо это обетование причем все остальные были еще ко всему не в курсе и до сегодняшнего дня много людей не в курсе что оказывается Авраам получил такое обетование что через него всем будет хорошо дальше написано что смысл всего сводится к чему чтобы нам чего получить обещанного духа чем верой верой которую имел Авраам чтобы мы получили обещанного духа верой мы получили его и исполнилось чего еще я понимаю что я в еврейской общине я понимаю что нормально отвечать вопросом на вопрос поэтому я так и отвечу как вы ответили мне а вы еще что-то хотите так на основании чего я же не возражаю только откройте мне и покажите что вот мое основание и то что вы получили оно было обещано кому вам Авраам а там 16 17 стих почитать Авраам были даны обетование и семени его не сказано и потом как бы о многих но как бы об одном и семени твоему которая есть христос я говорю что завета о христе прежде богом утвержденном законе появившееся спустя 400 лет не отменяет так чтобы обетование потеряла силу понятно да то есть это обетование относилось к чему к христу центр всего понимаете о чем мы говорим есть какие-то вещи есть какие-то вещи которые являются основными ищите прежде чего божьего и правды его люди приходят и говорят а там же дальше написано что есть еще и все остальное приложится вам все остальное это что приложение все говорят слушайте вопрос где приложение где приложение где вот это вот мы все в борьбе умрем в борьбе за это мы как один умрем в борьбе за это где это где это вот мы уже все умерли а этого нету где это и так мы говорим о том что все приложится приложится где приложение где мое преуспевание где мое процветание где вот это вот все мое подождите подождите ну это же ну он же пришел для того чтобы дать жизнь с чем с избытком все отлично но он говорит ищите прежде а все остальное проблема прилагать не к чему ищут все на чему ищут приложение ещут приложение а прилагать просто не к чему не то ищут ищут оно же прилагается к царству божьему которые люди ищут Все остальное приложится к чему? Царству Божьему, которое, кстати, есть ни пища, ни питье. А мир, праведность, святость, духи. А они же говорят, где пища, где питье, где вот это все? Вы не поняли, Царство Божие не это. Но вторая часть, которую ищут люди. Послушайте, дайте мне, но тебе же ничего не обещано. Ты часть чего? Народа. Ты часть народа, и разделить должен судьбу народа. Весь народ процветает? Как со всем народом? Весь народ, христиане, процветает? По всему миру? Ну, давайте съездим в Китай, посмотрим, как они там процветают. Или в арабские страны. Еще не процветают? А вы собрались уже процветать? Ну, вы же часть народа. Понятно, о чем идет речь? Итак, обетования даны кому? Аврааму. И исполнились эти обетования. И через него, через его семя благословляются все племена земные. Но всем племенам земным обещанное было. Земля в Израиле? Нет. Всем племенам земным обещано было, что они размножатся и будут великим народом? Или всем племенам земным была часть, отделена обетование Авраама, которое дано было Аврааму, что в нем, в семени его благословятся все? Вопрос можно? Легко. Почему здесь сделан акцент именно получить обещанного духа? Ну, допустим, можно было сказать, получить Христа, да, вот почему именно на духе. И обещанное тогда уже где? Там, в Иоиле, да, или как? Ну, смотрите, нас интересует сейчас не разбор послания Галатам и почему именно Павел делал акценты эти. Нас интересует смысл того, что произошло. Исполнение обетования данного Аврааму. И он говорит, что обетование, основное, которое получил Авраам, это благословение в семени его. В семени говорится о Христе. Это понятно, да? И он говорит, послушайте, ребята, эта часть обетования исполняется в вас, верующих, когда вы принимаете духа вера. Почему от духа идет речь? Потому что вы рождаетесь свыше от духа. Если вы не рождены от духа, то и исполнилось это обетование для вас. Почему он акцентирует внимание на духе? Потому что принятие духа есть момент, как раз вот этот ключевой момент, исполнение этого обетования. И если вы не приняли обетенного духа веру, извините, вы не получили, собственно говоря, благословение. Вы не получили ничего. То есть он адресует ключевому моменту в жизни каждого верующего. Принятие обетенного духа веры. Понятно, да? О чем я все время говорю? Я говорю об исполнении завета, заключенного между Авраамом и Богом, Богом и Авраамом. И это исполнение этих обетований в нас, в верующих. Но исполнение обетований данных не нам, а Аврааму. И если эти обетования исполнились в нас, то имеем ли мы право претендовать и на все остальное, что нам не обещано? Хочется, согласен, согласен, согласен. Но учтите, у нас есть наше. Бог в Новом Завете дает нам наше, чтобы мы не претендовали на чужое. Аврааму были даны его обетования. Он ожидал исполнения его обетований. Нам его обетования чего? Не очень принадлежали. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанным, плотским обрезанием совершенными руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетований, не имели надежды, были бы сбожниками в мире. Тот же апостол Шауль говорит, кстати, ребята, вам это все не принадлежало. Вы были чужды заветам. Заветы были не ваши. Вы были чужды обетований. Они были не ваши. Вы были чужды того общества, которому все это принадлежало. Это все было не про вас. Ефесян, 2 глава, 11-12 стихи. Это все было не про вас. Наступил момент, когда вы приняли обещанного духа верой. Вы стали частью общества израильского. Вы вошли в это общество. Благословение, которое имел Авраам. Обетование, которое имел Авраам. Оно исполнилось с вас. Ура! Аллилуйя! Вы приняли обещанного духа верой. Есть! Теперь говорит, так, этого маловато будет. Теперь где все остальное? Я понял? Теперь бы основание еще найти всего этого. То есть претензии понятны. Еще раз, только медленно. У нас есть у верующих Нового Завета свои, свои, заметьте, свои, не чужие. Вы призваны к наследству. Вы призваны к наследству. К наследству. Это что? Вас позвали, говорят, слушайте. У вас есть ваше наследство. Нетленное. Хорошее. Нетленное. Ничего с ним не сделается. Чистое. Неувядаемое. Хранящемуся на небесах для вас. Вы призваны к наследству. Оно хорошее, чистое, нетленное. Ну, неувядаемое. И хранится для вас. Специально для вас. Его сохраняют. Охраняют от всех врагов. Чтобы никто не забрал ваше наследство. Оно хранится для вас. На небесах. Это первое послание апостола Петра. Это Петр. Как говорил. В первой главе. Да, третий, четвертый. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости своей, возродивший нас в воскресении в Иисусе Христа из мертвых купованию живому. К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Где оно хранится? На земле? Где вы его получите? На земле? А что же мы все хотим на земле получить? Что же с нами такое? Вам говорят, ищите прежде Царства Небесного. Ищите Царства Небесного. Все остальное приложится. Приложение – это что-то важное? Приложение – это что-то важное? Старостепенное. И точно не важно. И причем многие люди, многие люди на этой земле хотели отказаться от приложений. Ну, не надо. Значит, простой пример. Для тех, кто жил еще при Советском Союзе, было такое понятие, редкое понятие, такое пойти. Знаете, да? И там давали курицу, к примеру, и гречневую крупу. И все приходили, как это ни странно, а говорили, то есть они знали правильный ответ, что им откажут. Но на всякий случай они спрашивали. Скажите, пожалуйста, а вот можно курицу взять, а крупу не брать? Ну, что всегда говорили? Нельзя. Это прилагается. Извините. Если вы хотите вот это получить, то это вот, ну, вот это без этого нельзя. Причем говорили, слушайте, можно по-другому, можно дать гречку, а курицу не брать. Вот так вот можно, а наоборот нельзя. Было такое? Кому как, я не знаю. Это же я знаю не из того, что мне пойки давали, а родители рассказывали. Это же не, я еще был, не в том возрасте, чтобы пойки получать. Понятно, да? Ищите прежде приложение. Курицу хотите? А-а-а. Ладно, тогда перерыв.